Творяй чудеса Друзья мои, в жизни всегда есть место подвигу, но, как известно, подвиги тоже бывают разными. А сегодня мы с вами поговорим о подвиге, который по плечу далеко не каждому. Это подвиг Христа ради юродивого. 10 ноября совершается память великого киевского святого, святого праведного, преподобного блаженного Феофила Киевского, очень почитаемого святого, житие которого очень интересно и знаменито. Например, его подвиг, он вошел в фильм «Остров», то есть где Петр Мамонов, вот фильм Павла Лунгина, вообще известный православный фильм, христианский, который действительно заслуживает много внимания. То есть, фактически, многие сцены из этого фильма взяты из жития преподобного блаженного Феофила Киевского. Фактически, герой Петра Мамонова, вот этот старец Анатолий, прототипом его является преподобный Феофил Киевский. Итак, дорогие братья и сестры, в чем состоит подвиг юродства? Суть подвига юродства фактически выражена в тропаре всем юродивым, в общем тропаре юродивым, то есть безуми мнимым, безуми мира поправши. То есть, когда человек осененный благодатью святого духа, он отвергает общественные и земные устои и становится для этих общественных и земных устоев как бы безумным, то есть внешне сумасшедшим. Но он это делает не потому, что его владела какая-то психологическая или психическая болезнь, он это делает потому, что как бы он является носителем правды Божьей, то есть это его путь ко Христу. Ну, например, вот скажем так, пример, житья святого Блаженного Андрея Юродива. То есть, когда он был мальчиком, ему приснился сон. И в этом сне было, что святые ангелы борются с какими-то мрачными великанами, черными, то есть бесами. И в святой Блаженном Андрея Юродиве он видел, что святые ангелы побеждают, им сам Христос вручает прекрасные святые венцы. И вот он спросил у Христа, как бы мне можно получить такой венец. И тогда Христос сказал, что сам вступай на стезю вот этой борьбы, вступай на подвиг юродства. И он вступил на этот подвиг юродства. То есть, надо сказать, что этот подвиг он дан не каждому. В жизни общества были такие случаи, когда людям давалась эта особенная благодать. Поэтому со всей уверенностью можно сказать, что подвиг юродства – это особенный феномен в жизни церкви. Феномен именно. Потому что мы не знаем, почему Господом даются дарования те или иные человеку. Мы не знаем, почему этим святым даны такие дарования совершенно прекрасные. Но как бы они были даны. И вот примером такого дарования ей является житие святого Блаженного Феофила Киевского. Оно также удивительно и также знаменательно, потому что оно является для нас примером дивных, совершенно неизреченных чудес Божьих. Конечно, жизнь его подтверждает, что жизнь вообще угодников Божьих, она довольно-таки непростая. В чем это выражено? Это выражено в том, что, например, у него было очень страшное детство. У Блаженного Феофила Киевского было очень страшное детство. Вот хочется обратиться к его, как бы, детству. Это пример вот того, как не надо поступать. Скажем, пример того, что не надо верить ни суевериям, ни колдовству, ни каким-то язычеству. Вот пример, как бы, это его мамы. Потому что его мама, она почему-то посчитала по какому-то своему внутреннему строению, можно даже сказать, сумасшествию, не сумасшествию, но заблуждению, лучше точно сказать заблуждению. Она посчитала, что вот как бы этот ребенок по ряду суеверных признаков, то есть Блаженный Феофил, он является вурдалаком. Это реальный факт. Вот как бы, и она, мама, решила его уничтожить. Так как она реально верила, что он, как бы, вурдалак, что он, как бы, нечистая сила, она решила его уничтожить. И она его несколько растопила, его спасали служанки там и так дальше, и так дальше. Ну, то есть, как бы, детство, сами понимаете, какое было у него. То есть, но все же этот ребенок выжил. И позже, конечно, мама раскаялась в своем поступке, потому что она видела, что этот мальчик, Феофил Блаженный Креста Радиуродивый, он жил на рубеже 18-го, в начале 19-го века. И она видела, что это великий, замечательный инок. Он был практически идеальным иноком Киево-Петерской лавры. Но в момент, когда его начали все хвалить, говорить, какой это прекрасный иеромонах, какой прекрасный священник, какой прекрасный преподобный, вдруг с ним случается, он понимает, где-то там понимает, что если он будет дальше продолжать такое вот свое житие, то есть, если он будет дальше продолжать, его все будут хвалить, он все будет прекрасно выглядеть, прекрасно будет себя чувствовать, и так дальше, и так дальше, то он не спасется. И для того, чтобы достичь Царствия Небесного, он выбирает подвиг Христа ради юродивого. То есть, к примеру, он делал такие вещи. Допустим, все священники служат в алтаре. Это так, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Все священники служат в алтаре. Это знаменитые кадры из Сильного острова. Но только там показано утрировано, как они смогли снять. А в идеале это было так. Они служат в алтаре, служат архиереи. И тут вдруг, как бы, на определенном моменте службы, когда все должны повернуться в одну сторону, а, скажем так, служба священническая, она, в каком-то смысле, очень гармоничное целое. Оно гармоничное целое в духовном отношении, в молитвенном, в телесном. Все как бы очень четко, очень слаженно, скажем так, очень хладко происходит. И вот человек нарушает эту гармонию. То есть, он поворачивается все в одну сторону, а он поворачивается в совершенно другую сторону. Кланяется все туда, а он кланяется в совершенно другую сторону. И за ним начали подмечать такие странности, такие несуразности. И поняли, что с ним что-то не то. И вот слали этого великого инока, которого почитали все уже чуть ли не преподобным, услали в Китай в пустынь. То есть тогда это было, и сейчас есть такой монастырь, Китай в пустынь, где покоятся мощи преподобного Феофила Киевского. Там они покоятся. Услали его туда. Она стала для него обителью. И вот святой преподобный Блаженный Феофил Киевский там подвязался. И он уже как бы начал себя вести по юродивому. То есть ходил в грязной рясе, какой-то оборванный ходил там. Что-то такое, ну как бы так интересно выглядело, скажем так. Ну вот как, например, допустим, приехал с инспекции к нему митрополит, тоже святитель, тоже святой филарет амфитеатра, филарет киевский, который на то время был митрополитом и киевским, и галицейским, и мощи которого находятся тоже в дальних пещерах, святоуспенская, киево-печерская лавра, он тоже святой, тоже прославлен. И вот этот святитель филарет, он приехал к нему, когда, допустим, у этого святителя филарета было очень продолжительное правило молитвенное. То есть оно занимало где-то келейное, то есть не просто служба, а келейное. То есть домашнее молитвенное правило у него занимало около 6-7 часов. И вот как бы он в один момент не успел его дочитать. То есть где-то подали коне, где-то, ну как бы скажем, мирским языком, где-то он закрутился и думает, ну ладно, не дочитай, сегодня опущу это правило. Вот он ехал в Китай в пустынь, свежий воздух, прекрасный, смотрит на деревья, это реальные факты жития, и вдруг видит, что на дереве сидит блаженный феофил. Вверху на дереве сидит высоко блаженный феофил киевский. И читает молитвослов. И он спрашивает монаша, старче, что ты там делаешь, что ты там читаешь? А блаженный феофил говорит, ну вот правило забыл дочитать, дочитывая правила. И он понял, что блаженный феофил обращался именно к нему. И с тех пор он знал, что он прозорливый. В другом случае, и вот это отношение стиля Филарета Амфитеатрова с блаженным феофилом киевским, оно отображено в фильме «Остров». Фактически игумент фильма «Остров», которого также зовут Филарет, это как бы прообраз его святителя Филарета Амфитеатров, то есть митрополит киевский. А сам старец Анатолий, это понятно, блаженный феофил киевский. И вот случай, когда горел монастырь, там есть сцена, когда горел монастырь, то это действительно было в житии описано феофила киевского, когда святитель Филарет приехал к нему и решил зайти в келью. Он почитал очень этого старца, и он решил зайти к нему в келью. И вдруг заходит, берет ручку, ручка вся обмазана сажей, заходит в келью, все в воде, то сидит грязный, как будто из печной трубы, вылез, склокоченный и подает тому головню. Ну, говорит, вот нам, владыка, прийми. И он не понял, что это такое, он быстро выбежал, и вот через буквально несколько дней горела свято-успенская, а киево-печерская лавра случился на просфорный пожар, и горела лавра. И тогда святитель Филарет понял, что прозорливый старец, он ему намекал, что в лавре великий случится пожар, и упреждал его от этого пожара. И очень много было случаев, когда святой действительно помогал людям, предрекал, он любил дарить им подарочки. Например, он знал, что к нему должен приехать очень богатый купец, который очень много людей обидел. И вот он знал, что этот человек скоро умрет, и он приезжает как бы на последнее покаяние к старцу. Он выбрал ему на блаженнейшего Феофила Киевского, чтобы приехать к нему на покаяние. И он едет красиво на карете, а старец Феофил выбежал к нему навстречу. Я говорю, здравствуйте, а тут спрашивают, где на меня найти Феофила? А блаженнейший Феофил отвечает, что, ну вот я расскажу сейчас, ну вот хочу, понимаешь, поисповедоваться. И начинает, говорит, я вот такой-то, такой-то обижал людей, обирал их, кредиты забирал, то есть как бы ломбарды организовал, и называет ему его грехи. И тот падает перед ним на колени и тоже кается. То есть как бы очень много различных случаев он как бы предрек, то же самое он предрек свою кончину. Он сказал, лег на лавочку, умирал, вот когда в фильме «Остров в ящике», это реальные факты жития преподобного Феофила Киевского. То есть реально он сказал вместо гроба ему ящик организовать, то есть скажем так. И когда он умирал, он сложил руки на груди, лег и сказал, что я умираю, беги к Еленнику, беги, скажи Игумену, что я умираю. И действительно, о втором Еленнику сказал, останься. И вот когда он остался, тот побежал сказать, а этот остался. И он увидел, что поднялась простыня. То есть воздух поднялась простыня. И он увидел вдруг какой-то неземной свет совершенно, и как бы увидел сам Христа, который принимал душу праведника, принимал ее к себе. Это было, конечно, величайшее чудо. Он, блаженший Феофил, исповелся, причастился перед смертью. И умер в то же время, когда он его предрек. И поэтому, мудрые братья и сестры, это действительно феномен, действительно подтверждение того, что спасение возможно только в единой, святой соборной и апостольской православной церкви, в той церкви, где были совершенно удивительные старцы, совершенно удивительные подвижники, такие, как блаженный Феофил Киевский. И в назидание хочется потомкам, скажем так, может быть, в некотором смысле от его лица сказать, что мы тоже в каком-то смысле должны понимать, что безумие мира есть. Мир безумен. Если человек поклоняется и ищет только земных вещей, это безумие. Это приведет только к безумию, приведет только к разочарованиям. Но человек, прежде всего, должен искать Горнева, должен искать Царствия Небесного. Единственное, что нам нужно на потребу, искать Царствия Небесного, как искал его святой блаженный Феофил Киевский.